Материально оценить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны нельзя, но помочь тем, кто отстаивал свободу нынешнего поколения, долг каждого. На заседании Краевого оргкомитета Победа губернатор ставит задачу. К 1 мая деньги на новое жилье должны получить все ветераны, живущие на Кубани. Никаких задержек в этом вопросе быть не может. Каждый ветеран, который остался без жилья и до сих пор его не имеет, должен получить крышу над головой. Все деньги есть. Мы получили деньги 14 марта. До 1 мая мы завершим эту работу. Улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной – одна из главных задач краевой власти. Губернатор напоминает об участниках боев и тружениках тыла. Их на Кубани насчитывается 40 тысяч человек. Власть должна заботиться не только в канун майских праздников. Особенно важно в свете участившихся попыток переписать историю, уделить внимание информационной поддержке и просветительской работе. Бывает и так, что она, к сожалению, иногда оставляет желать лучшего, замечает Вениамин Кондратьев. Я был там в новой микрорайоне. Там какая степная, раздольная, камышовая. Что только не звучит в этих улицах. А почему именами героев этих не называть? Я вот сейчас к главу муниципальных образований обращаюсь. Но есть, я уверен, в каждом муниципальном образовании герои. Я еще раз подчеркиваю, или герои Великой Отечественной войны, или кавалеры орденов, или герои боевых действий сегодняшних, горячих точек. Здесь будет ежедневная память о них. По словам губернатора, важно и дальше отстаивать правду, пресекая любые попытки перекроить историю. Никто не должен поставить под сомнение вклад России в победу над нацизмом. И тут важна роль общественных организаций. Очень трогательная акция «Бессмертный полк». В прошлом году в Краснодаре вместо заявленных 5000 человек собрала 50 тысяч. Люди с фотографиями дедушек, бабушек, отцов и матерей прошли в центре кубанской столицы и по всему краю. Мы договорились, что в каждом МФЦ смогут помочь заявить ветеранам. Разместить на всероссийском портале, который создан специально для ветеранов. Он называется полк.ру. Информацию о герое, о подвиге. Мы тоже сегодня история. Каждый из вас, сидящих за этим столом, история. Каждый глава и кто с главой сидит в студиях, тоже история. Если мы забываем про нашу великую историю, про нас тем более забудут. А мы должны детей к этому приучить. Они должны поощущать, что это великая страна. Они должны быть к ним причастны сегодня. Ветеран в школе, баннер на улице, фильм в кинотеатре, именно про войну. Вы все это можете регулировать сегодня. А мы еще как-то стесняемся, что это вчерашний день уже. Да не вчерашний, это сегодняшний день, не завтрашний день. По крайней мере, нашей страны. Торжественные мероприятия пройдут уже через две недели. В порядок приводят мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Начинаются репетиции парадов в честь 9 мая. Подготовлены и георгиевские ленты. В этом году на Кубани их раздадут 700 тысяч штук. Но пока праздник чувствуется лишь на бумаге, замечает губернатор. А День Победы не может быть формальным. В этом случае внешняя атрибутика играет важную роль. Вениамин Кондратьев требует увеличить на улицах количество торжественных баннеров и плакатов. К Новому году мы за два месяца готовимся. Вы магазин зайдите в любой. За два месяца уже прилавки ломятся. От новогодней мишуры. Но это мишура. А это жизнь людей, которые были положены на алтарь победы нашей страны. И чтобы мы с вами жили. И никого уважения внутреннего уважения просто нет. И к нам не будет сторон наших детей. Если мы сегодня такое отношение проявляем к нашим старикам. Живущим, ветеранам. И тех, которых уже нет. Понимаете, отчасти в ком-то из нас, я уверен, в большей-меньшей степени этот дух патриотизма существует. Да он сегодня востребован молодежью. Сегодня геническая память, она четко их возвращает и обращает к великим победам их дедов. Вы посмотрите, что творится на этими вывесками. У нас баннеров на дорогах нету, на улицах нету. А у них на машинах баннеры развешаны. Давайте просто поддержим. Если мы не можем создать, хотя бы поддержим инициативу, которая идет от молодежи. Чтобы не просто помнить о подвиге, но и знать его цену, нужна каждодневная работа. Но ключевая задача, на которой губернатор считает необходимым заострить внимание, это поддержка ветеранов. Ведь с каждым годом их становится все меньше. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань, 24. Туапсинский район. Кубань, 24. Туапсинский район.